Десногорск Областной конкурс дорожных инспекторов Семья – это наше все, это наша жизнь, это наша рода Итоги конкурса «Музыкальная семья» Продолжайте танцевать Отчетный концерт танцевального коллектива «Модерн» А теперь об этих и других событиях подробнее В Смоленске представили нового руководителя УФСИН Им стал подполковник внутренней службы Алексей Баранов Алексей Борисович – уроженец Вологодской области, 1975 года рождения На родине в должности заместителя начальника областного УФСИН Он курировал вопросы режима и безопасности Как сообщает Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИДом В этом году в области зарегистрировано 83 случая ВИЧ-инфекции Среди заболевших мужчины и женщины от 18 до 63 лет Случаи заболеваний отмечают во всех районах региона Но наиболее сложная ситуация – в Рословском, Вяземском, Сафоновском, Гагаринском, Ярцевском районах и в самом Смоленске 22 мая – Единый Всероссийский день голосования по отбору кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия» О том, где можно проголосовать в нашем городе, вы узнаете из нашего сюжета Предварительно в области прошли дебаты с населением В Десногорске кандидаты встречались с избирателями 24 апреля в городском центре досуга Обсуждали тему – качество повседневной жизни, ЖКХ, жилье, комфортная городская среда В дебатах приняли участие 6 единороссов Каждый излагал свою предвыборную программу Обсуждения были жаркими, поскольку тема касается напрямую каждого гражданина Кандидаты определили основную политическую линию партии в Государственной Думе 22 мая в Смоленской области откроется 162 избирательных участка Голосование будет рейтинговым, то есть можно проголосовать за несколько кандидатов Представлять Смоленщину в Госдуме будет тот, кто получит больше всего голосов в области В Десногорске откроются три участка – городской центр досуга, центральная городская и детская библиотеки Все десногорцы старше 18 лет могут отдать свои голоса за кандидатов с 8 часов утра до 8 вечера Такие мероприятия «Единая Россия» проводит уже не в первый раз Как опыт показывает, это мероприятие накануне выборов, оно эффективно? Спасибо за такой интересный вопрос С одной стороны, наши люди-избиратели, они устают от частных выборов А с другой стороны, действительно, люди должны избирать и предлагать Поэтому, наверное, я бы сказал политически правильно Действительно, предварительно, пусть наши избиратели, наши люди Проголосовали за ту кандидатуру, которую они считают нужным кандидатом Который сделает здесь прайс-берез по Государственной Думе Но не делать там ямочный ремонт Кукуевки Для нашей страны, для Смоленщины, для Десногорска Вы к чему подводите, что та кандидатура, которая должна быть выдвинута в Государственную Думу Должна мыслить не на уровне дороги в Кукуевке, а на каком-то более высоком уровне? Я посмотрел список, действительно, там много достойных Есть из чего выбирать или избирать На следующей неделе мы уже узнаем, кто будет представлять Смоленскую область в Государственной Думе 12 мая вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях В частности, за нарушения при перевозке детей ответственность возлагается как на водителя, так и на должностных лиц Значительно увеличиваются штрафы за нарушения при перевозке детей в ночное время 10 мая состоялось очередное заседание административной комиссии Десногорска Было рассмотрено 15 протоколов, 13 из них за нарушение правил благоустройства Напомним, что статья 17.4 предусматривает штраф для граждан от 3 до 5 тысяч рублей В областном центре инспекторы Дорожно-патрульной службы подразделений ГИБДД соревновались в профессиональном мастерстве Подробности в нашем сюжете Полицейские соревновались в знании нормативно-правовых актов, физической и огневой подготовке А также в знании самой главной дисциплины – правил дорожного движения За каждый конкурс начислялись очки Завершились соревнования самым зрелищным и интересным этапом – скоростным маневрированием Сотрудникам ГИБДД необходимо было пройти определенный отрезок пути за минимальное время Отличительной особенностью этапа стало то, что трассу автоинспекторам пришлось проходить впервые Это не только усложняло задание, но и приближало его к реальным условиям Победителем конкурса стал лейтенант полиции Александр Лобанов Теперь он представит Смоленскую область на всероссийских соревнованиях 12 мая стартовал ежегодный областной конкурс «Безопасное колесо» 29 команд преодолеют 5 этапов, среди которых знание правил дорожного движения, фигурное вождение велосипеда, оказание первой доврачебной помощи Победители получат путевки в оздоровительный лагерь Краснодарского края В регионе зафиксирован первый случай лесного пожара На сегодняшний день в Смоленске, Десногорске и ряде других районов области действует особый противопожарный режим Это значит, что введено ограничение на посещение лесов и запрещено разведение костров в лесах и на территориях, прилегающих к жилым, дачным и иным постройкам 12 мая в детской музыкальной школе Десногорска прошел областной фестиваль-конкурс «Музыкальная семья-2016» Это традиционное событие приурочено к Международному дню семьи В этом году за право называться самой лучшей музыкальной семьей боролись 17 команд из городов Смоленск, Рославль, Сафонова и Десногорск Выступали семейные дуэты и трио На суд зрителей и жюри каждая команда представила абсолютно разные по стилю и жанру номера Старались показать вокально-артистические таланты и мастерство игры на инструментах Работа жюри в этом году оказалась нелегкой Сегодня замечательный день Замечательный он, во-первых, потому что музыка – это всегда праздник А во-вторых, потому что у нас сегодня участвуют в нашем конкурсе замечательные семьи Это прекрасные традиции, когда на конкурсе выступает не один музыкальный человек, а именно семья Семья – это наше все, это наша жизнь, это наша гордость Поэтому мы сегодня рады, что у нас такие замечательные семьи, такие замечательные артисты в этих темах По итогам конкурса гран-при и музыкальную лиру получила семейная трио из города Сафонова Светлана, Дмитрий и дочь Дарья Смоленские Лидирующую позицию в номинации «Вокальное творчество» разделили русловские семьи – Солошенко и Ковалева-Веревейка А в номинации «Инструментальное искусство» первое место заняли семьи Черновых из Десногорска и Цветковых из Сафонова Специальный приз от телерадиовещательной компании «Десна-ТВ» за прекрасную игру на фортепиано получил Данила Ругов из Смоленска Все участники конкурса получили памятные фотоальбомы с логотипом детской музыкальной школы и эмблемой фестиваля «Музыкальная семья» 11 мая в городском центре «Досуга» прошёл отчётный концерт танцевального коллектива «Модерн», которым руководит Светлана Корнеевская Отчётный концерт – это серьёзное испытание Ребята занимались целый учебный год, старались, преодолевали трудности, лень, боль Не всё получалось с первого, а то и с пятого раза Участники коллектива очень ответственно подошли к выступлению и разучили три новых танца Зрители увидели лучшие танцевальные композиции, своего рода отчёт о проделанной работе Не экономили сил на аплодисменты, а в подарок получили от детей позитивные эмоции и хорошее настроение Так что этот творческий экзамен танцевальный коллектив «Модерн» городского центра «Досуга» успешно выдержал И в заключении о спорте Десногорцы приняли участие в первом чемпионате по бочу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Лучшей из восьми стала команда Сафонова Наши колясочники, хоть и остались без призового места, не унывают У них вполне хватает силы, воли, целеустремлённости и энтузиазма Следующие соревнования по бочу пройдут в Гагарине Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru Спасибо за внимание, до свидания Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин